Я Геннадий Москаленко, представитель общественности города Одессы, любителей животных, вице-президент клуба «Любители животных. Легенда». Мне 50 лет, я Александр Марценюк, активист Майдана Удюка. Я Никитина Екатерина, активистка Одесса Майдан. То есть вот здесь, на площади перед Потемкинской лестницей, собираются активисты Майдана? Он как называется? Евромайдан? Евромайдан, да. Одесский Евромайдан. Сейчас он называется Майдан Удюка. Вот, по крайней мере, я у себя на фейсбуке, я это везде называю Майдан Удюка. Потому что Дюка знают все. Что здесь произошло 2 мая? Ну, произошло немножко не здесь, а произошло в центре города. Значит, 2 мая, в тот день, должен был состояться марш за единство Украины. Давай подумаем. Марш за единство Украины. Перед футбольным матчем должен был состояться хода мирная по центру города. В этой ходе должны были принять участие и принимали участие болельщики ультрасы, металлиста, шахтера, черноморца. Потом все активисты Евромайдана. Ну, как все, не все, но, по крайней мере, сколько собралось. Одесситы. Активисты Одесского Евромайдана, представители правого сектора. Ну, и всех партий, да, самообороны, там, батьковщины. В общем, после того приблизительно собрались в 3 часа на Соборной площади, в полтретьего. И, в общем-то, был такой абсолютно мирный митинг. Все были на полном позитиве, пели песню «Воин света, воин добра». У всех было прекрасное, хорошее настроение. А это Лябест Руберской в России написал, да, в честь нашего украинского, именно вот этой революции. Вот теперешней, да, революции Киевского Майдана, да. Он написал специально для нас песню. И песня такая, очень так, 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 вошла, скажем, в народ. И она, ну, смысл ее, что мы воины света, мы воины добра. Вот именно украинцы, украинские революционеры, которые свергли Януковича, ну, как бы... Против орков из Мордора. Да, значит, и давайте же вернемся к событиям, конкретно, что именно произошло. Примерно хронологию. К нам со стороны улицы Греческой начали приближаться, ну, точно не могу сказать, приблизительно человек 250-300 представителей антимайдана, то есть пророссийских активистов. Все они были, абсолютно, ну, может быть, не все, но преимущественное большинство было в балаклавах, были в камуфляжной форме, да, были вооружены дубинами, цепями. У очень многих было оружие, оружие было прямо в разгрузках, здесь воткнуты были пистолеты, у двух из них были автоматы, автомат был Калашникова, и автомат был типа японского вот такого УЗИ. Значит, когда, приблизившись к нам, к нашему, как бы так, собранию, они начали активно вести боевые действия, а боевые действия, не просто уличная драка, а реально боевые действия, то есть начали кидать на нас световшиловые гранаты, взрыв-пакеты. Это не обычные, а обмотанные скотчем, там, гвоздь. Да, 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 то есть на каждом взрыв-пакете... То есть там сразу мальчика тяжело ранен, или шею. Один хлопец, у него до сих пор гвоздь в легком, и теперь собирают деньги для того, чтобы... ...на моем канале, да, на спильной ТВ, кстати, по-моему, только я один снял, Именно то, чем они нас кидали, то есть обычный взрыв пакет был выложен гвоздями, винтами, обмотан изолентой. То есть в момент взрыва он разрывался, это была осколочная бомба такая, да. Значит, получилось, что как только они наступили на нас с агрессией и начали вести против нас, так сказать, боевые действия, тут же был выставлен крадон милиции, то есть были раздельны две противостоящие стороны, но с их стороны продолжалось активное закидывание. Они под защитой милиции из-за защиты, из-за их спин кидали и стреляли. Да, значит, соответственно, с нашей стороны, хотя мы были мирные ходы, но никто не стал отступать, ничего, потому что мы одесситы, мы в своем городе и мы как бы изначально против вот этой пророссийской всей кампании и, конечно, против наступления. Мы стали просто защищаться. То есть среди вас не было людей с оружием? Нет. Среди нас поначалу мы были все мирные, потом уже в процессе этого противостояния начали появляться у кого-то палки, у кого-то дубины, у кого-то там еще что-то. То есть почему это все происходило? Потому что с момента начала противостояния и до апогея, скажем, всей ситуации, прошло где-то часа полтора-два. Это все происходящее освещалось широко по всем средствам массовой информации. Телевидение, радио, потом цыганская почта, цыганская почта имеется в виду телефон, друзья. То есть начали стягиваться в это место событий все одесситы. То есть выходить просто, просто в большом количестве начали сходиться одесситы. Конечно, когда уже они выходили из дому, они брали с собой кто-то дубину, кто что, ну, какие-то там подручные средства для борьбы с пророссийскими активистами. Смысл был таков, чтобы их выдавить или прогнать или побить, ну, я даже не могу сказать, как это было, но... То есть противостоять ихней агрессии. Они стреляли, значит, в тот момент, когда началось это противостояние и началась эта стрельба огнестрел, был буквально от начала до первой смерти, прошло считанные минуты, там, три или четыре минуты. На греческой сразу убили нашего человека. Потом со стороны Дерибасовской убили второго человека. То есть с огнестрельного, с настоящего нарезного оружия. Не там с какого-то взрывпакета. Человека, которого убили, он был в бронежилете. Да. Но его убили, потому что бронежилет здесь и здесь закрывает, его убили так и в легкой. У него разорвали аорту, ну, легочную аорту, и он истек кровью сразу. Скажите, как получилось так, что погибло 46-48 человек? То есть данные расходятся... Давайте я вам немножко расскажу, да. Апогей, апогей, все ситуации, я же вам говорю, произошел вот именно на греческой площади часа через полтора-два. То есть это все время села такая какая-то борьба, то есть закидывание камней, там, периодически вырывались из-за кордона милиции. Ихние активисты на нас с палками, там, пытались нас как-то побить. Наши отбивались. Ну, в общем, вот такая вот возня. Такая вот кашля. Вначале это было похоже на обычную... Вначале это было похоже до убийства. Было похоже на обычную возню между ультрасами разных команд. Знаете, это у вас тоже самое такое бывает. Но когда убили человека, наш народ завелся, и этого простить, конечно, уже никто не мог. Да, то есть на протяжении этого противостояния буквально, я думаю, так каждые 15-20 минут был убит наш человек. Пока вот все время, вот, да, 6 человек было убито в течение этого противостояния. Подтянулось тысячи-тысячи одесситов, и как бы в численном преимуществе получалось, что прорвали кордон из милиции и выдавили всех пророссийских активистов за соборную площадь. Они начали убегать и побежали в сторону Куликового поля. И, соответственно, да, часть. Сгруппировалась большая часть вот именно одесситов, и единым мнением был призыв идти на Куликовое поле. И то есть там заранее было уже всем известно, он уже стоял давным-давно, палаточный городок. То есть было желание смести этот палаточный городок, и как бы само существование этого именно пророссийского города убрать с города. До городка, да. И пошли в ту сторону Куликового поля. В момент того, как уже пришли на Куликовое поле, все, кто там находились, они сами забаррикадировались в будинок профспилок. Туда уже, я так понимаю, зашли женщины, которые там были, юноши, которые, может быть, там были или что. Ну, то есть более слабая часть населения, не население, а активистов зашли в... Там человек 200-300. Да, в будинок профспилок, а часть какая-то более активная, которая может сопротивляться, они со счетами стояли еще у входа. Нет, здесь просто маленькая тонкость, что те, которые находились в доме профсоюзов, это не те, которые были на Греческой. А те, которые боевики были на Греческой площади, они туда не пошли. Часть вернулась. Ну, небольшая часть. Небольшая часть, а большая часть была разогнана, они просто в панике деморализованы и разбежались. Значит, и в тот момент, когда это все произошло, значит, начали, как бы, они все, в конце концов, они зашли в будинок профспилок, и в дом профсоюзов они туда зашли, забаррикадировавшись, начали выбивать стекла и отстреливать в наших активистах, стрелять с оружия, кидать коктейли молотов и камни. Но все, что было под руками, и опять же, там под будинком уже профспилок, снова пали наших два активиста. То есть, они были застрелены из окон. С третьего, четвертого этажа с крыши они стреляли, опять же таки с автоматов. То есть, был прицельный огонь по нашим активистам. Ну, как бы, после этого... Как говорится в сказке, пошло и поехало. Да, да, да. Народ начал кидать. Разгневанные активисты, проукраинские активисты начали кидать в будинок профспилок коктейли молотова, да. Загораться начали первые этажи, рамы. Но это не главное... Никто докинуть не мог. Да, да, это не главная часть пожара. Главный пожар произошел изнутри. Изнутри он пришел между четвертым или пятым этажом. Как мы полагаем, это были опять же такие коктейли молотова, которым отступавшие, отступавшие пророссийские... Они по этажам уходили вверх. А снизу, как бы, их настигали наши... Ну, противостоящая сторона. Там шла война. И они откидывались коктейли молотова и сами зажгли, сделали этот пожар. Но это дело расследуется или... Да, в Одессе создана... В Одессе, ну, на Украине при Верховной Раде создана государственная комиссия, а в Одессе создана общественная комиссия, которая занимается расследованием событий 2-го числа. Арестованная, да. Да, но она создана, она состоит в основном из числа журналистов наших местных. И причем журналистов, половина из них, даже больше, это те, которые, так скажем, были на стороне пророссийских. Поэтому она идет, как я считаю, она придет совершенно необъективно и предвзято. Здесь в чем нюанс? Когда поняли, что мы побеждаем, и еще вот-вот мы войдем в этот самый, в Дом профсоюзов, ну, наши, я имею в виду, мы, наши люди, то при милиции, которая стояла до этого в кустах, они резко начали окружать этот Дом профсоюзов, чтобы мы как бы туда не вошли и не сделали, не начали бить этих самых. Хотя, опять же, маленький, опять, очень важный нюанс. Милиция стояла вокруг всего Дома профсоюзов, но в самом доме отлавливали и выводили наше, наша самооборона. Наши люди выводили, милиция туда не заходила. Вот это очень важно. Выводили пророссийских. Наши отлавливали там по всему Дому профсоюзов, выводили их туда, потому что уже были подогнаны, с заднего двора подогнаны эти самые автозаки, и туда сажали в автозак. А пророссийские активисты арестованы или как? Арестовывали их, выводили их наши. Арестовывали граждане Одессы. Арестовывали, не милиция, не милиция. А мы, именно активисты, активисты проукраинские арестовывали. То есть, грубо говоря, полиция, как в Германии. Арестовывали их полиции, тут же сажали в автозак. То есть, у вас в Германии такого нельзя было представить, чтобы полицейский стоял, я уже не говорю про то, что до этого, там, за неделю, за месяц до этого, полиция вот здесь вот, вот у Дюка, они просто стояли, когда вот эти утырки сюда приходили, и снимали государственный флаг. Я лично обращался вот к этому известному Фучиджи, полковнику, я говорил ему в лицо, что он подлец и он мусор. У меня еще такой вопрос, почему буквально на второй, я не знаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, на третий день уже здание профсоюза было открыто для общего доступа? Почему оно не было оцеплено полиция? Нет, это для этого его было специально сделано, как я теперь предполагаю, для того, чтобы замести следы. Потому что вот буквально вчера, позавчера появилась информация, что экспертиза из Киева криминалистическая доказали, что там был этот самый, в остатках чего-то они там нашли сажи, это хлороформ. То есть поэтому те погибшие, они не погибли от дыма, от угарного газа, потому что сама конструкция, это сталинское здание, там высокие потолки. Там для того, чтобы угореть, надо, чтобы это хороший был очень пожар. Поэтому они все были просто усыплены хлороформом. А потом уже они... Это версия, это версия, это версия. Это версия, да. Я не придерживаюсь этой версии, я считаю, что... Я считаю, я говорил со свидетелями, которые вышли оттуда, вот там было страшное задымление, не было... Видимость была нулевая, то есть даже 10 сантиметров вот так не было видно. То есть было сильнейшее задымление, горел лак, горела пластмасса, то есть этого было достаточно для того, чтобы угореть. Мы должны объяснить, что Дом профсоюзов, это такое его название, а там очень много снимало, арендовало коммерческих фирм. И те, они занимались могли и бытовой химией,